здравствуйте дорогие друзья мы начинаем небольшую серию роликов посвященных рисунку и карше у нас уже был ролик на эту тему несколько лет назад но сам рисунок мне не очень нравится поэтому я подумал что надо снять заново и другой точки и вот собственно говоря какие здесь у нас ключевые моменты рисунок и карше он на самом деле как бы не совсем скажем только лишь про анатомию а и карше фигуру и карше в контрапосте мы рисуем по той причине что это хороший достаточно хороший пример фигуры в контрапосте гипсовой небольших фигур где-то вот в пределах метра на самом деле к сожалению в продаже не так уж много нас в россии за рубежом не знаю как ситуация обстоит но слышал что там есть разные мнения на эту тему и по сути что у нас имеется геракл до афродита лучник вот такое корше и еще похожие на него и корше который поменьше размером и сейчас делает мастерская корше да такая замечательная фирма и собственно говоря какие у нас здесь ключевые моменты вот мы на рисунке гипсовой фигуры во первых мы знакомимся в принципе с фигурой мы знакомимся с контрапостом потому что он достаточно выразителен здесь и важный достаточно момент то что и корше нас испытывает на цельность то есть видите какой достаточно детализированный и здесь вот как с любой ситуации когда что-то очень детализировано то получается так что мы хотим в эти детали погрузиться не то чтобы мы даже хотим а наше сознание она старается в эти детали погрузиться с одной стороны это может быть неплохо говорит о трудолюбии все такое но проблема в том что восприятие художника это в первую очередь как раз борьба за цельность взгляда цельность видения и вообще восприятие художника это ответ на вопрос как это все смотрится в целом это применительно и к работам творческим но это применительно и к учебным рисункам в общем то мы в учебном рисунке в первую очередь учимся себе отвечать также именно на этот вопрос как это все смотрит в целом смотрится в целом и вот получается так что и корше он достаточно дробен в этом смысле он нас сильно испытывает на целостность восприятия вот давайте мы попробуем об этом поговорить ролики будут не совсем про анатомию потому что я считаю что есть вещи которые на самом деле намного важнее намного важнее самой анатомии да и попытаюсь и минут свой взгляд на эту тему попытаться его как-то сформулировать спасибо сразу скажу по поводу освещения вот видите он освещен спереди сверху и собственно говоря могут быть разные варианты я даже за то чтобы в принципе люди творчески подходили к освещению но мне кажется что первые какие-то учебные работы лучше все-таки освещать спереди сверху это касается и голов гипсовых и фигур а уже потом немножко экспериментировать и здесь есть такой момент ключевой это касается фигур смотрите ну может быть может быть он не работает в том случае если очень мощный светильник и по этой причине выше расположен и у него параллельные лучи это что-то ближе к солнцу на но тоже желательно что была возможность им управлять а вот если речь идет о наших обычных лампах которые достаточно удобны в управлении до достаточно удобное управление их легко купить то вот здесь применительно к фигурам гипсовым и к торсам есть такой момент что не всегда удается одновременно осветить и верхнюю часть и ноги и вот по этой причине я считаю что нужно делать так нужно сохраняя в целом доминирующие какое-то освещение до более менее направление у нас на рисунке тем не менее в процессе рисования особенности ты один рисуешь у тебя есть такая возможность никому не помешаешь в процессе рисования немножко варьировать освещение вот выявляя выявляя отдельные участки для себя потому что потом если ты вернешь свет даже в исходное положение ты заметив какие-то участки ты уже какие-то нюансы будешь тоже отмечать у себя на работе и в том числе в этом плане и для ног допустим я считаю что нужно отдельно подсвечивать для того чтобы вы могли формы какие-то рассмотреть но естественно не меняя общей картины до общую картину сохраняя на рисунке но не для нюансов обязательно вот как бы в этом смысле сохранять неравнодушное отношение чтобы не было такого а вам не видно давно я как то так вот и сделал чтобы такого не было понятно что если рисунок тональный то если там все в тени мы так и должны делать все-таки какая-то доля рисунка от формы она у нас обязательно должна быть чтобы мы немножечко вот форму изучали чтобы был синтез потому что есть разные взгляды есть те кто говорит про то что рисунок должен быть только от формы для живописцев естественно лучше в первую очередь тональные да то что не все собираются скульпторами становиться так вот я считаю что нужен синтез по поводу формата наверно можно рисовать на разном формате можно даже собственно говоря делать небольшие наброски да это очень полезно частых на листе так вот размещают рядами крутят разными сторонами по очереди делают но если длительные то наверное все таки на а3 может быть не совсем удобно да на два в общем то уже вполне да ну конечно на один наверно еще лучше по поводу крепления бумаги я очень уважаю людей которые натягивают планшеты но в то же время иногда у нас может не быть времени да на натяжку или желание так что вполне можно учиться закрепить как бы кнопками дальше у нас ставят вопрос композиции вот важный такой момент да надо дать себе время небольшое да это по компоновать в листе даже если это просто стоящая фигура да то есть но хотя бы не пробежать этот момент слишком быстро мимо так ну что ж дорогие друзья давайте поговорим немножко о композиции вот можно компоновать более плотно можно более свободно но наверное из общих соображений вот отступать от края меньше чем вот так смысла нет потому что будет очень плотно ну и больше чем вот так наверно тоже смысла нет то что будет иначе очень свободная композиция и дальше нам нужно фигуру расположить в листе вот начинаем мы с движения также как и в набросках есть такое высказывание что длительный рисунок должен начинаться как набросок но антон бросок мы собственно я лично люблю когда начинается с линии движения говорится что движение берется по осям но это уже когда подробно а вот нам все равно нужно с чего-то начать и вот можно представить себе фигуру в виде некой совсем совсем-совсем обобщенной линии и и несколько раз взять при этом конечно надо учитывать что фигура имеет толщину поэтому вот эта линия на довольно быстро у нас обрастает какой-то шириной своей и вот здесь нужно дать себе время немножко если что подвигать понятно что потом можно все обрезать если нужно ну планшет правда не обрежешь обрежешь уже потом когда срежешь можно когда выставляете в интернете все обрезать но собственно говоря для нас композиция цена не тем что мы сделаем правильные нам никто ничего не скажет а тем что на каждой работе если ты даешь себе немножко подумать о композиции то это в твои навыки ложится это тебе польза даже ты в итоге и сделаешь дурацкую все равно ты каждый раз немножко на этой стадии немножко на это должен можешь посмотреть как лучше закомпоновать и так то есть вот на этой стадии до нужно вообще не торопиться как при начале любой работы дать себе возможность покомпоновать вот я ему руку пристегнул но в принципе считаю что можно его точно также рисовать без руки но в любом случае если они у него есть дата то их тоже надо учитывать чтобы по ощущениям но хотя бы никуда не перевешивала да хотя бы никуда не перевешивала то есть потом перевесит на то что мы об этом немножко подумали в начале да это хорошо и вот движение до какой у него движения у него контрапост то есть у него опора на эту ногу и вот как в контрапосте наверно вы смотрели же наши ролики по контрапосту да у нас две основные линии это вот эта линия да то есть можно сказать от макушки до кубчика да и линия опорной ноги и вот они вместе образуют такое движение красивая то есть получается что если у нас в контрапосте линия позвоночника идет вот так вот потом переходит в голову я сейчас упрощенно показываю для того чтобы просто вы увидели чем движение образовано и опорная нога идет под центр тяжести да то собственно говоря вот и получается что у нас вот вот так и вот так вот это как раз хорошо бы показать потому что это красиво этот его выразительность фигура этим собственно говоря обоснован и в этот момент конечно вам надо отходить потому что получается что нам самого начала нужно учитывать два фактора важно это до изгибы всей фигуры потом они становятся более подробными складываются в большой общий изгиб что важно но и взаиморасположение вот этих точек самого начала надо учитывать то что иначе у нас при всех изгибах фигура будет заваливаться а мы этого конечно не хотим то есть получается изгиб фигуры потом обрастающие мелкими изгибчиками и взаиморасположение вот этих вот точек ну то есть макушки и ступней или макушки и опорные стопы в первую очередь левее правее до самого начала об этом надо подумать потому что да если вы здесь ошибетесь но хотя бы подумали но вы если накосячить и потом легко поправить а если мы об этом совсем не подумали нарисовали под углом то нам конечно потом просто исправлять больше и менее интересно вот по этой причине и конечно надо смотреть как лист висит то есть чтобы у нас никуда не наклонялась у нас немножко наклоняется поэтому вот так вот сделано потом когда камеру уберу чтоб она мне не мешало я еще раз должен это посмотреть на что у нас лист никуда не заваливался не влево не вправо это важный момент сейчас на камере кажется что он влево заваливается на самом деле не факт просто камера криво стоит видимо не камера телефон который кстати на ваши пожертвования куплен так что спасибо всем кто поучаствовал вот сейчас мы попробуем понять насколько это хорошо итак мы с вами располагаем фигуру в листья дальше ни в коем случае мы не переходим деталям а нужно вот на этой стадии ну грубо говоря по зависать по зависать каким образом понятно что вы что-то добавляем какие-то деления части но мы не начинаем сюда добавлять сразу какие-то подробные детали мы немножко чуть больше располагаем всю фигуру чуть более характерно задаем положение частей грубо но именно с таким приоритетом что приоритет не на части она целая на движение вот все время это очень важно иначе мы части нарисуем а красоту движения мы не передадим и и утеряем поэтому получается что мы задаем обобщенно линии которыми образована фигура стараясь поймать красоту движения вот как в наброске мы рисуем длинными линиями так и здесь ну естественно что нужно к тому моменту как вы уже рисуете фигуры гипсовые желательно чтобы у вас было несколько лет наброска в запасе ну или хотя бы вы их постоянно делали потому что бывает такая ситуация и вы столкнетесь так с этим бывают такие люди которые на наброски не ходят я сам таким когда-то был теперь я стараюсь регулярно делать вместе с учениками наброски потому что это гораздо важнее чем длительные рисунки итак мы располагаем движение до в этот момент что вам надо конечно не болтать ничего не рассказывать а походить посмотреть как она расположена до в листе не надо ли чего куда подвигать например и сразу же с движением мы задаем пропорции основные пропорции у нас какие то что ноги половина роста можно взять какую длинную палочку и померить то есть сначала сделать естественно на глаз что было нагрузка на глазомер а дальше взять длинную палочку и померить почему ну потому что с одной стороны нам надо на глазомер давать нагрузку поэтому старайтесь сделать все на глаз а затем нужно этот глазомер призывать к ответственности ведь вот какая но только извините от пяточки за не от носка пяточки то есть это край у нас изображение на подставку я сюда место не выделяю а мерить нужно от центра пяточки ну и вот у нас получается даже немножко коротковато чуть-чуть нам серединку надо спустить понятно что в жизни все не так идеально и вот эти представления о том что ноги половина роста они конечно условные но более-менее примерно надо стараться к этому приближаться что по крайней мере не все было очевидно меньше половины вот там на фигуре там на фигуре на образце с померяем там кстати половина мне раньше казалось что нет больше чуть-чуть больше у него половины роста по моему кажется мне чуть-чуть ноги длинноват я могу ошибаться на ощущение что длинновато но вы делаете лучше половину никаких вопросов не было то есть просто можно даже в конце концов рулеткой померить что это расстояние чтобы четко у вас было половина более того более того можно вообще сделать как можно вот так вот сделать линейку и пополам здесь ее поделить потом еще пополам и вот так на восемь частей но только преподавателю желательно своим не показывать а то они могут быть не совсем довольны соответственно у нас ноги половина роста колени 1 4 примерно кстати у него они высоковаты немножко 1 4 это соски у мужчины до высота расположения ну и вот мы считаем что 1 7 1 8 голова у него она у него необычном положении таком наклоненном как бы вперед из-за этого у него здесь слишком большая макушка но насколько надо делать так много я бы честно говоря не делал более естественно то что это неправильно но более-менее вот в этих пределах до примерно нужно нам как бы действовать по ситуации конечно смотреть с и натура сильно отличается то решать что делать да но в принципе можно делать более классично и вот получается что мы располагаем движение сразу с пропорциями и сразу с композицией то есть одновременно как бы три фактора до композиция как в любой работе движение применительно к фигуре и сразу с пропорциями здесь почему важно вот эти три фактора потому что если мы в пропорциях ошибемся а мы обычно в рисунке всегда ошибаемся то есть это нормальная ошибка в рисунке то нужно лучше ошибиться раньше и раньше начать исправлять когда вы еще все утрясаете то есть стараться как бы ошибки заметить пораньше по утрясать размеры потому что если вы будете что-то менять что-то утрясать то чтобы у вас не ушла композиция часто бывает так что мы если начинаем что-то улучшать какие-то ошибки в пропорциях исправлять и не думая вам композиция на может кто-то уползти ну например там грубо говоря ноги короткие взяли начали их удлинять и уперлись края листа да это как бы желательно в этой ситуации если ноги короткие то таз просто поднять чтобы здесь стало меньше и высвободилось место для ног а чтобы композиция она осталась такой как вы ее и задумали вот то же самое с движением то есть если мы ну и грубо говоря вот в это здесь у нас много места да но если бы у нас движение было какой-то слож более сложный мы стали бы его исправлять она бы стала вылезать за края листа то лучше нам где-то улажать в самом начале немножко поиграться уточнить так что все-таки композиция она более-менее оставалась так как нам больше хочется вот такой момент вот на этой стадии желательно конечно не разговаривать как я сейчас походить посмотреть издалека нормально посравнивать подвигать вот полюбить эту стадию не торопиться и в то же время мы располагаем части тела придаем характерное направление от если мы говорим о контрапосте да то у нас у части тела есть характерное направление какое направление таз у нас наклонен таким вот образом следовательно у нас существует здесь такая линия до наклонное закрепление ног и вот в этой позе как мы неоднократно уже обсуждали нас плечи они компенсируют этот наклон наклоном противоположную сторону фигура она вот как сказать если таз будет просто наклонен до фигура будет наклоняться чтобы все было друг на дружкой то есть происходит вот такое вот изгиб туловище и собственно говоря вот сочетание вот этой линии этой и называется контрапостом то есть противостояние следовательно у нас здесь грудная клетка она немножко больше наклонена вправо ну и там это не сильно выражено но тем не менее есть при этом она здесь сжимается до часть туловище на здесь она расширяется да наоборот шея у него наклонена вот сюда а голова вот с нашей точки она продолжает движение шеи но вообще-то лучше чтобы немножко была разница какая-то там она кстати ее можно найти ну и мы пока не говорим о том что ось головы она еще и вот так наклонена по-другому чем шеи то есть головы она в любом случае не другой наклон но тем не менее у нас получается так так и вот так такое движение поэтому мы можем говорить самом начале наличие вот такой линии до когда мы начинали с нами рисунок что вот такая вот линия до дуга красивая мы с нее начинали и мы не боимся и сразу рисовать то что в целом у нас все в нее складывается даже если отдельные детали своими своей резкой светотенью нам говорят каких-то других линиях характерно то вот общее но в данном случае вот такое а опорная нога наклонена вот сюда под центр тяжести вы на себе прочувствуете контрапост что конечно мы должны сделать то есть обязательно должны постоять в контрапосте почувствовать эту позу на себе это у нас мы поймем что как только мы переносим вес тела на одну ногу у нас сразу же сразу то сделает движение в бок чтоб у нас стопа она была под центром тяжести то есть мы не можем перенести эти вес тела на одну ногу я сохранить вертикальную мы тогда будем падать вот а вторая ножка она у нас ну так как красиво располагается мы о ней еще отдельно поговорим и опорная нога она так вот наклонена если она даже делится если мы видим что то она делится на какие части но тем не имеют ее доминирующие это положение да мы должны сохранить в целом есть такое высказывание что еремная ямка да вот эта точка емная ямка между ключицами что она должна попадать на стопе вот на вот это вот место на эту точку вот но у данной фигуры этого нет и я как-то ради интереса пошел в пушкинский музей и честно говоря правда это уже много лет надо было я этого как-то не очень заметил что там такое явление было то есть реально конечно можно сказать что как мифы еремная ямка не должна выходить за габарита ног иначе потому что у нас будет фигура падать туда или туда и также говорится о том что 7 шейный позвонок попадает на пяточку вот мне кажется это одно и то же примерно потому что как между вот пяточкой и вот этой точкой есть расстояние так и между 7 шейным позвонком и еремной ямкой тоже есть расстояние примерно рядышком расположена поэтому наверное это об одном и том же говорится так вот получается что вот на этой стадии дорогие друзья вам нужно не как сказать не торопиться а лучше по располагать фигуру подольше походить посмотреть обязательно отходить на расстояние смотреть издалека я сейчас не могу нормально посмотреть то что я как бы снимаю я делаю неправильно да а вы старайтесь в этот момент и разговоров каких-то избегать лишних и немножко сосредоточиться потому что на этой стадии хоть вы ничего и не не прорисовываете но вы задаете нечто гораздо более важное поэтому об этом можно вот немножко подумать дорогие друзья мы наверное на этом скорее всего при монтаже первую серию будем завершать я хочу вас поблагодарить за внимание пожелать вам хороших рисунков всего доброго до новых встреч